Сбор участников Бессмертного полка начнется здесь, у Зенитки, в 8.45 9 мая. Далее волонтеры помогут сформировать колонну, которая проследует за курсантами в военной академии по Советскому проспекту, далее по улице Ленина, до площади Металлургов. Организаторы обещают, курсанты пойдут не быстро. Дети и пожилые участники шествия не должны отстать. На площади всех будут встречать волонтеры. 35 человек задействованы на это мероприятие. Бессмертный полк встанет за курсантами. Участникам шествия места на площади, верят организаторы, хватит. Сегодня на форумах заявлено 600 примерно участников этого полка бессмертного. Я думаю, что принимать участие будет где-нибудь 200, это идеально, 200-300 человек. После парада торжественные мероприятия Дня Победы продолжатся на Воинском мемориале. Часть участников парада на площади Металлургов будет приглашена на Воинский мемориал. Это будет всего лишь 40 участников, ввиду того, что площадь Металлургов большое помещение, так скажем, а наш Воинский мемориал, такое огромное количество людей, которые могут прийти на Воинский первый мемориал, она поместить просто не может. Бессмертный полк – это акция Дня Победы. Она с большим успехом прошла во многих российских городах 9 мая прошлого года. Череповчане идею нового мероприятия восприняли на ура. В течение апреля люди регистрировали своих отцов, матерей, дедушек, бабушек, которые участвовали в Великой Отечественной на сайте Бессмертного полка. И сейчас готовят специальные штендеры с фотографиями. Это главное условие участия в марше Бессмертного полка. Плакат можно сделать самостоятельно. Можно заказать в фотомастерских, партнерах акции. Адреса этих организаций есть на сайте 35media.ru. Присоединиться к Бессмертному полку еще есть время. Присоединиться к Бессмертному полку еще есть время.